Чужой дом В метрах в ста находится редкий лесок протяженностью в несколько километров. Там мы любили собирать грибы и землянику, но это не столь важно. Самое интересное было, когда мы купили этот дом. Решили в первую очередь впустить в дом кота. Старое место жительства находилось в соседнем городе 15 минут ходьбы. Так вот, кот вырывался из рук и не собирался входить в дом. Он убежал на старое место жительства и жил постоянно у наших знакомых. Часто приходил к нам, но в самом доме бывал очень редко. Дом был не очень ухоженным. Видно, что старые хозяева не справлялись с хозяйством. Очень много неухоженных деревьев, огород зарос травой, пристройки полуразваленные, в сарае куча старой литературы времен Союза. Комнаты в доме были огромные. Три самые большие были соединены длинными темными коридорами, в конце которого располагалась комната, где мы жили со старшим братом. Присутствие чего-то ненормального я заметил не сразу. В основном все ощущения я списывал на новизну для меня этого места. Первое, что я заметил, это холодные места в доме. Иногда, когда садишься в кресло или стул, чувствуешь внезапный холод, хоть и каждый раз это происходит в разных местах, а на улице в то время было ужасно жарко. Я сначала списывал все на плохо отремонтированное помещение, но это продолжалось и после того, как мы сделали капитальный ремонт. Мы жили в этом доме пять лет. Я часто становился свидетелем, постоянно захлопывавшихся дверей, причем хлопали с такой силой, что в застекленных дверях вылетали стекла. Один раз я заходил в зал из коридора и услышал, что за спиной кто-то пробежал, хотя знал, что родители на улице, а моя тетя, которая жила с нами, была у знакомых. Далее раздался оглушительный удар дверью и звон разбитого стекла. Оно выбежало прямо из моей комнаты. Я просто застыл на месте, остолбенел, не мог даже свет включить. Еще несколько раз я видел это, медленно проходящее по коридору. Видел в своей комнате и пару раз чувствовал присутствие в комнате тети, но боялся зайти. Это выглядело как сгусток тумана, причем если смотреть в упор его не видно, только замечаешь боковым зрением. За эти пять лет дом крестили три раза, но ничего не помогло. Приглашали в дом несколько колдунов, но ни один из них не согласился зайти внутрь. За это время у нас постоянно умирали домашние животные, кроме нашего первого кота, который умер, прожив восемь лет. Но жил-то он не в этом доме. За все это время он только несколько раз был внутри дома, и то я его вносил. Но его душераздирающее мяуканье, думаю, было слышно и нашим соседям. Только лишь один раз он прошел тихо, но в тот раз он нагадил на кровати у моей тетки, хотя это было не похоже на него. Самое большое действие этот дом оказывал на мою старшую сестру. Под конец нашей совместной жизни она перестала с нами общаться, закрывалась в комнате. Даже когда священники крестили дом в последний раз, она отказалась встать с кровати, а после закрылась в комнате и не выходила несколько суток. Через полгода она потребовала купить ей квартиру в центре города, где мы жили раньше, и затем переехала в нее. Только через несколько недель я заметил, что на том месте, где находился рисунок, нарисованный священниками, отсутствовали обои, а гвоздь, который они забили в стену, был выколупан чем-то острым. Но после этих событий странности не закончились, мы все еще ощущали что-то чужое в доме. Через пять лет мои родители переехали. Дом мы оставили тете, а она, насколько я знаю, его продала. Больше я об этом месте ничего не знаю. Я понимаю, что этот рассказ может показаться бредом, но это мое прошлое, пять лет моей жизни. Я сам всегда был материалистом, и свои убеждения я пока не поменял, но факт остается фактом. Секрет предыдущих поколений. Небольшая предыстория. Я, начиная с 2012 года, периодически писал о всех странных событиях, которые происходили со мной. Было много вариантов, среди которых самым верным казался вариант, что это домовой, до тех пор, пока оно не начало беспокоить меня за пределами не только дома, в общежитии в другом городе, но и страны, в Венгрии. Я была со своей родной бабушкой в гостях у двоюродной бабушки по маминой линии, и мы заговорили на тему мистики. Я пересилила себя и рассказала им о том, что происходит у меня. Как ни странно, они не покрутили пальцами у виска, даже больше, они не очень-то и удивились. Оказалось, у них тоже достаточно мистики в жизни, правда, у меня почему-то больше. А все началось еще очень давно. Началось все с прабабушки, тоже по линии мамы. Были тяжелые времена, прабабушка только приехала в дом к своему мужу. Смотрит, а в каждом углу под потолком забито по колу. Как потом оказалось, это были осиновые колья. Она не знала, зачем это, так как была молодая, неопытная. Вот и взяла прабабушка и голыми руками повытаскивала эти колья и спалила их. Вот только не знала она, что перед приездом умерла мама ее мужа. Говорят, ведьма была страшная и умереть она очень долго не могла. Страдала до тех пор, пока не вбили в каждый угол по осиновому колу. Только вставили последний кол, как она сразу же умерла. Прабабушка этого не знала, и зря. Сразу же она начала видеть странные вещи, маленьких чертей, нечисть всякую. Кто-то стучался в окно, кто-то в дверь скребся. Очень боялась прабабушка, думала, что с ума сошла. Однажды оставила она своего новорожденного ребенка спать в колыбели, а сама на улицу вышла. Слышит, кто-то из дому в окно стучит. Оборачивается, а это ее новорожденный сыночек вылез на подоконник, стучит и смеется. Прабабушка, забыв обо всем, забегает в дом. Не дай бог ребенок упадет, а сын ее как спал, так и спит. Да и как он мог вылезть на подоконник, если даже сидеть еще не умеет? Вот так жила прабабушка. Однажды муж ее уехал куда-то, и она решила поехать в гости к своему папе. Приехала, легли спать, только ночник оставили, чтобы хоть какой-то свет был. Только легли и слышат звук, как будто кто-то дунул на огонь, и он погас. Прабабушка испугалась, а ее папа был бесстрашным человеком, только посмеялся. Встал, запалил ночник, только лег опять потушили, опять темно. Тут уже папа перестал смеяться, а когда это случилось в третий раз, даже закричал, что за чертовщина. Сразу после этих слов они услышали хриплый смех, будто тот же, кто тушил огонь, посмеялся с дедушкой. Тогда прабабушка поняла, что она не сошла с ума. Ни церковь, ни посты, ни бабки, ничто ей не помогало. Правда, со временем она привыкла, да и беспокоила нечисть ее немного реже, иногда даже помогала. Даже дочери ее, мои бабушки, помнят, что постоянно прабабушка знала, кто когда умрет. Постоянно что-то у них странное происходило. Правда, моя родная бабушка из-за этого панически всю свою жизнь боится темноты или оставаться одной дома. Двою родную же прабабушку иногда просто беспокоят домовые. Или перед тем, как кто-то из близких умрет, девять дней подряд в двенадцать ночи что-то стучится ей в окно. А я, видимо, огребаю немного больше. Не знаю, как вам, но мне кажется, что мы расплачиваемся за грехи умершей ведьмы, которые взяла на себя прабабушка, когда брала в руки Колия. Какое у вас мнение насчет этого? Буду благодарна за любую подсказку или просто мысли в комментариях. Дом на горке Есть у нас на окраине поселка один дом. Старый, большой, двухэтажный. Чей он был, не знаю, не выяснял. Я лично застал советское время, когда в нем уже был детский дом. В девяностые годы дом опустел и так и стоит, брошенный лет двадцать. И то ли первоначальные хозяева дома грешили шибко, то ли воспитатели детишек безвинных мучили. Только слава о доме поганая. Одна бабуля, мамина знакомая, жила по соседству с домом. Она под горкой, а дом на горке. Жаловалась, что шумят в нем по ночам. Кричат, топают, а света нет. Я говорю, бомжи шумят, наверное, нажираются и дерутся. Нет, говорит, собака у меня на всех людей кидается. А от этих прячется в кануре и сидит тихо-тихо. Сын старший у меня, как услышал этот разговор, так и загорелся. Хочу, говорит, на привидения посмотреть. Я и пообещал, что на Хэллоуин туда пойдем. Потом мать у меня умерла. Дом с хозяйством в поселке остался. Сам дом-то ладно, закрыл да уехал. А вот собаку со щенятами и кота надо кормить и ради них отапливать дом. Не бросать же. Каждый день приходится за город мотаться, чтобы хоть раз в день чего-нибудь горяченького им соорудить. Еще нужно сухого корма им кастрюлю насыпать про запас. Кот-мамин Тимофей. Жену гражданскую себе завел. На чердаке содержит. Тоже кормить надо. Вот и мотаюсь. Сыновей с собой беру. Пусть по участку побегают. Воздухом подышат. Они меня каждый раз просят мимо дома с привидениями проехать. И кого бы на дороге перед домом не встретили, прыгают радостно в машине и орут. Ведьма, ведьма, зомби. На Хэллоуин мне припомнили мои слова. И пришлось тащиться привидений смотреть. Ночью не пошел, ибо сыновья маловаты еще. Наведались в дом днем. Дом изрядно сгнил. На лестницу на второй этаж не ступить. Развалится. Окна заколочены. Двери закрыты. Поводил парней вокруг. Попугал. Смотрю, одно окошко приоткрыто. Ну, раз уж пришел, надо залезть. Пока забирался, уронил фотоаппарат. Поломал в нем что-то. И крышку от объектива потерял. Сколько ни искал, ни нашел. Расстроился ужасно. Пустой заброшенный дом. Старые кровати. Трепье. Гнилью пахнет. И зачем надо было сюда лезть? На полу валялось чье-то пальто. И я соорудил из него старого веника и тряпок чучела. И подвесил на притолоку напротив входа. Вот вам говорю, ведьма, любуйтесь. Сам тайком облегчился в углу и вылез обратно. Давно пора было уже ехать звере кормить. Первой заболела собака. Рак. Две операции не помогли. За три месяца сгорело. Щенков я раздал. Тим с сожительницей тоже пропали куда-то. Потом начал хворать я. То одно, то другое. Сыновья отказались со мной ездить в мамин дом. Старший сказал, у меня за спиной там все время кто-то дышит. Я стал прислушиваться. Ну старый дом. То тут что-нибудь ступнет. То там что-то скрипнет. Может это крысы бегают. Стал оставлять миску с кошачьим вискосом. Не трогают. А вот конфеты куда-то пропадают. Потом стали инструменты пропадать. Ну ладно, отвертки, ключи. Но лопата снеговая. Дом закрыт. Окна двери целы. Следов на снегу никаких нет. Приезжаю, а там сварочный аппарат пропал. И черт бы с ними, с вещами. Но здоровье все хуже. В понедельник у меня операция. Опухоль будут удалять. Может поехать в дом с привидениями и чучело с веревки снять. Загадочный дом. Случилось это в 2010 году. Я тогда учился в Краснодарском университете МВД России. Было два года казармы. Потом отпустили в город жить. Тут-то все и началось. По своей сути, я не верил в потусторонние силы. И всегда смеялся над этим. До того момента, как мы с друзьями нашли этот загадочный дом и стали жить в нем. Как только мы заехали в него, хозяева нам сказали, что тут жила бабушка. И она умерла неизвестно от чего. Мы это восприняли никак. В первые же дни мы стали отмечать новоселье. И подняли тему про потусторонний мир и всякое такое. Все рассказывали страшные истории. Я над всеми этими историями смеялся и ничего в голову не брал. После первой же ночи у меня появились синяки от пальцев на руке. Тогда я не придал этому значения. Но что самое интересное, синяки к вечеру пропали. Так продолжалось около трех дней. Тут уже я начал паниковать. Подошел к друзьям, рассказал. В ответ я от них услышал только шутки свой адрес. Где-то через месяц после этого стали очень плохие сны сниться. Я просыпался вечно в панике. Между тремя пятнадцатими ночи и тремя тридцати ночи. Такое было чувство, что со мной в комнате кто-то находится. Я стал по этому поводу очень переживать. Даже больше скажу, бояться этот дом. Но пока я был в университете, меня что-то манило туда. Мне хотелось быстрее прийти домой. Но как только начиналась ночь, я боялся лечь спать. Примерно прожил я с такими ночками еще три недели. Пока нечистая сила за меня вплотную не взялась. Как-то ночью я, как обычно, проснулся в три пятнадцать от сильного дискомфорта. Непонятно от чего. Начинаю щупать себя. Понимаю, что на мне нет кольца, спаси и сохрани. У меня начинается жесткая паника. Искал кольцо до самого утра. И только утром нашел под шкафом. Еще через ночь я просыпаюсь утром и понимаю, что на тумбочке нет моей иконы покровителя. Она оказалась под кроватью забита. Через неделю приехала моя девушка с новой бижутерией. Родители ей подарили на день рождения. После первой ночи кольцо у нее пропало. До сих пор не нашли. На следующую ночь я опять же просыпаюсь в три пятнадцать от дискомфорта. Понимаю, что на мне нет крестика. Смотрю по сторонам. Вижу цепочку. Порванная лежит. В двух метрах от нее лежит крест. Я подобрал все это и положил на тумбочку. На утро смотрю, цепочка лежит. А крестика нет. Я со своей девушкой весь дом перерыл. Мы даже постельное сняли с кровати. Матрас перевернули. Тут мы сидим на этом же матрасе в раздумьях, где же он. Внезапно поворачиваем голову. А он лежит на матрасе, как ни в чем не бывало. Тут уже девушка начала паниковать. Говорит, давай съезжать с этого дома. Но мне хотелось себя перебороть. И поэтому я отказался съезжать. Когда у меня начался отпуск, я на месяц уехал к себе домой. Но как только я вернулся, в эту же ночь, как бы так объяснить, не то чтобы я проснулся, но я и не спал. А было такое состояние, что я плаваю под водой и у меня заканчивается воздух. Тут я как-то для себя понял, что это не сон и я реально задыхаюсь. Начал бороться, но все приложенные силы были тщетные. Я начал читать отче наш и резко встрепенулся, как будто ничего и не было. Я реально тогда больше всего испугался. И тут я решил поговорить с домом. Судите сами, как все это выглядело со стороны. Мол, я хочу жить мирно. Я верю в другой мир. Не трогайте меня, пожалуйста. И с этого самого момента я до сих пор живу в этом доме. И у меня теперь все нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok